Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие подписчики! Кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна, живая в Измере. Ну а вы смотрите канал Turkey in Life. И я вообще не планировала на самом деле ничего сегодня снимать, но решила все-таки для вас небольшое видео снять, так скажем. Мы в очередной раз совершили побег с карантина, и сегодня мы приехали в Почу. Поча у нас фактически недалеко от дома, буквально в минутах 40 езды, и вот мы приехали погулять. Я как говорю, мы уходили на карантин зимой, были в куртках, и выходим с карантина летом в футболках. У нас сегодня день, когда разрешили выходить с детьми до 14 лет. Сегодня дети могут гулять со своими родителями с 11 утра до 3 дня. И вот сейчас мы смотрим, что все с детками вышли погулять. А вообще народу фочь на самом деле немного. Набережные полупустые, поэтому я вообще сняла маску, потому что в жару очень сложно, практически невозможно. Лицо очень сильно потеет, и в маске находиться очень тяжело. Но, как вы знаете, да, если народу на улице немного, то можно, в принципе, ходить без маски, и она абсолютно не нужна. Это, так скажем, центр Фочи. Фочи небольшой городочек такой приморский, недалеко от Измира курортный. Мы сюда летом приезжали обычно на пляж, но не в сам центр Фочи, потому что в центре Фочи пляжа почти нет, а чуть-чуть подальше. Хочу просто с вами сегодня делиться красотой весной, летом. Нам обещают, что с 1 июня снимут все комендантские часы, а это значит, что гулять уже сможем спокойно. А с 15 июня обещают, что возобновят туристы. Если честно, вот апрель и май, это мое любимое время, когда все цветет, и когда на Эгейском побережье все зеленое. Потому что у нас, на самом деле, на Эге, в нашей части, в части Измира, в июле уже, да с июня, в принципе, уже начинается такое все отцветающее, и выгорает трава, начинает все желтеть. Сейчас посмотрите, какая красота. Жаль, конечно, что пусто. Хотя никто не мешает снимать. Смотрите, какая улочка отсюда ведет к морю, и какие старые каменные домики. Я бы, на самом деле, очень хотела здесь жить летом, зимой в Измире, а летом в каком-нибудь вот таком приморском городке. На самом деле зимой просто здесь делать нечего. А весной и летом тут шикарно. Там вот траву косят. Это крепость, очень, но она закрыта. То есть она закрыта даже не по причине карантина, она всегда закрыта здесь. Видите, железная дверь, и пройти туда нельзя. Она в таком заброшенном состоянии находится. Вот, спустилась, как бы, получается, под крепость на набережную. Вот она, смотрите. Кстати, насколько я знаю, в Анталийском регионе запрещено гулять по набережным. В Измире, по сути дела, как бы тоже, но у нас, как вы видите, особо никто за этим не следит и особо за это не штрафуют. Мы сначала немножко боялись, когда в первый раз мы поехали вот так вот гулять, мы сначала боялись выходить на набережную, но потом поняли, что здесь всем, походу, дело абсолютно пофигу, чего ты делаешь. И, видите, да, сейчас я гуляю спокойно, да и все гуляют. Смотрите, рыбы стаями ходят. Оп. Или плавают, чего они там делают-то. На самом деле могу сказать, что здесь как-то поживее, чем мы когда гуляли в Чешме. Там вообще было очень грустно и пусто, вообще никого не было, блин. По-моему, у меня навстречу идет полиция. Надеюсь, что сейчас обойдется без штрафа. Муж у меня сейчас работает в машине, его рядом со мной нет. Вот. Я как будто уже работаю и снимаю видео. Нет, рассмотрите, ребят проходят мимо, никто ни о чем не спрашивает, никаких штрафов, ничего нет. на самом деле видно что хоть и все-таки жизнь есть и когда народ гуляет все не так удручающе смотрите здесь вот они морские ежи очень много морских ежей хотела кстати с вами посоветоваться я на самом деле вот сейчас я снимаю на телефон я не всегда беру с собой камеру все при принадлежности для нее да потому что все таки всегда таскать с собой тяжело вот и я вот первое видео дело тоже на телефон из нашего путешествия скажите мне да нравится ли вам такие форматы вот таких вот как бы мини видя шик снятых на телефон продолжать их снимать или нет или лучше снимать подготовленные видео на камеру смотрите сколько здесь морских ежиков и какая кристально чистая прозрачная вода вот смотрите вот она получается крепость точнее руины конечно да крепости фочи и вот эта дорожка она ведет к центральной части к центральной набережной где располагаются всякие небольшие отельчики ресторанчики пляже мы вот ездили вообще в ту сторону на пляже там мы купаемся обычно но стоит учесть что хочешь вода достаточно прохладная время обеда как я говорила кафешки закрыты купили вот такие сэндвич купили кофе и теперь сидим на заднем сиденье в машине и обедаем по-другому вообще не поели и снова пойдем гулять муж закончил свою как раз работу и идем гулять мы решили пройтись по центральной части я хочу посмотреть вообще идут какие-либо приготовления так сезону или нет есть народ когда есть какая-то жизнь совершенно чувствуется все по-другому вообще совершенно нет вот этого ощущения грусти и печали как было у нас когда мы гуляли по чешме и там вообще никого не было видите вот кафешки закрыта они все с 1 июня должны открыться развлекательные места бары все это тоже сейчас пока закрыта несмотря на то что уже послабление были смотрите вот здесь кафешка она пока закрыта но народ тоже готовится активно к открытию кафе в чарши центральную часть поча смотрите сколько здесь людей маркеты открыты причем открыты даже маркеты где всякую пляжную одежды и принадлежности продают два кафе хотя по идее кафе еще не должны открываться здесь тоже кафе открыта уже на и здесь рыбаки смотрите чистят пойманную рыбку смотрите кто приплыл конечно здесь рыбаки и они вот этим пеликаном а смотрите смотрите оп съел смотрите рыбу кидает оп поймал и пошли смотрю реально все в таком позитивном настроении да все очень доброжелательно очень многие без масок на самом деле народ встал уже от этой всей короны мороны мы тоже часто очень встали знаете как вот два месяца сидя дома в заперти практически так скучали по всей этой красоте по морю по солнцу по прогулкам по набережным по рыбацким лодочкам по горам по всему яхточки кстати тоже готовят к сезону отсюда выходит отчаливает так скажем тур по островам рядом с почей и сейчас я готовят эти яхты к сезону интересно неужели будут обожаю вот эти домики на побережье прямо смотрите какая красота здесь многие домики это отели и можно здесь приехать остановиться но не сетя посмотрите на эту красоту народ уже смотрите по пляжных шортах только что видели как ребенок в море купался полиция прошла никто никому вообще ничего не говорит стали на 3 всего там вот тоже народ купается конечно близко я не пойду снимать потому что что контору так и говорится палить мы уже тоже на самом деле подумываем о том чтобы открыть пляжный сезон но пока мы еще не решили как где вот но хочется уже принципе я думаю что можно начинать завидовать этому коту потому что расположился он под зонтиком прямо на берегу моря у него каникулы здесь вот продают очень вкусное мороженое она очень популярна в поча и конечно же мы не удержались купили вот такие вот мороженки с киви с дыней и с вами пока закрыта но потихоньку все-таки начинается приготовление внутри так скажем работать эти маленькие рыбацкие лодочки очень люблю эту бухту на самом деле она выглядит романтий кстати умудрились гореть у меня сгорел нос у меня сгорели руки а еще что самый прикол что машине не за ездить без масок то есть если мы гуляли без маски машине мы вынуждены надеть маску мне кажется это вообще полнейший бред я не понимаю зачем машине надевать маску дорога конечно очень живописная через горы сейчас все весна все зеленое ой трясет малость между старой новой фочи примерно около 20 километров и вот мы подъезжаем уже в новую фочу посмотрите какой вид потрясающий моречка красивейшие на горизонте и чего-то там горит чего непонятно надеюсь что ничего плохого и страшного приехали в новую фочу смотрите тоже здесь какие каменные маленькие домики и красивые домики вообще просто прелесть что-то типа напережной и вот там вот пляж пляж я так понимаю начинают потихоньку готовить потому что ставят выставили шезлонги но еще не расставили какая красота там по ходу дела чего-то серьезно горит по ходу дела где-то в стороне али а еще красивая набережная с потрясающе красивыми домиками я прям вообще восхищение от этого места и думаю че же мы раньше сюда неправда ведь красота согласитесь обожаю такие города все небольшие пансиончики с небольшими ресторанчиками при них которые располагаются на побережье блин ветер поднялся готовится к открытию смотрите красят мебель на побережье ой точнее на набережной в кафешке у всех надежда на то что скоро все это закончится и начнется летний сезон очень красивые здесь такие своеобразные аутентичные домики прям мне очень понравилось реально небольшой красивый порт с рыбацкими лодочками уже кстати 6 часов вечера мы весь день весь день гуляем я думаю что пора уже в измир возвращаться ну что ж действительно на самом деле пора уже возвращаться в измир весь день мы просто гуляли и отдыхали точнее я отдыхала муж работал к сожалению посреди недели так я надеюсь что вам видео понравилось что было интересно посмотреть а если понравилось ваших лайков если нет можете ставить дизлайки ну и на этом видео буду заканчивать если еще не подписаны на канал подписывайтесь ну и всем до новых встреч пока пока вот так 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 вот